Первый летний фестиваль «Скипинг-марафон «Прыгни в лето» прошел на курорте в мае 2012-го. Тогда в нем приняли участие несколько сотен школьников и студентов. Спустя два года количество желающих сразиться в прыжках на скакалке увеличилось в разы. И организаторам фестиваля приходится отбирать 20 лучших команд по результатам районных этапов. Если первый год мы убеждали, то мы теперь отбираем команды. И на площадь Южного Мола, теперь уже на наш лайфсад, приходят самые удачные. Вы видите, что дети подбирают музыку, делают рисунок своего выступления. Команда большая, участвуют и мальчики, и девочки. Перед стартом любого спортивного состязания нужна разминка. Повторение акробатических элементов поможет не только справиться с волнением, но и выступить в итоге без ошибок. Тем более гимнастические элементы делают номер оригинальным, говорит Настя Кощеева. Перевороты, фляки и шпагаты всегда удивляют публику. Конечно, надеемся на победу и на кубок. Подготовка была сложная, было много трав, ранений, но все же мы готовы, сделали танец. Выступление команд оценивалось строго. Для жюри была важна не только техническая часть, но и весь номер в целом. Это оперативность, артистизм и даже подбор музыки. Представители каждой школы есть в составе жюри, они оценивают все школы, кроме своей. И потом результаты тех команд, которые они, на их взгляд, считают достойны кубка главы, они суммируются. И, в общем, сообща у нас появится победитель. В прошлом году обладателями кубка главы города стала команда 9-й гимназии. Они, конечно, не профессионалы, а просто любители. Тем не менее, их номер был одним из самых захватывающих в скиппинг-марафоне. Мы сделали все усилия, чтобы победить в 2014 году. Мы добавили новые элементы. Элементы баскетбола, волейбола, участвовали ролики, обручи. Все, чтобы в этом году мы тоже стали победителями. Ура! Ура! Тем не менее, на этот раз им все же пришлось передать кубок главы города команде второй школы. Но без подарков никто не остался. Всем участникам были вручены кубки поменьше, дипломы и сувениры от спонсора. Татьяна Нагорская, Борис Осинь, телекомпания ФКТ. У меня будет пятый! Браво!